Диабет Привет всем! Диабет является болезнью, которая напрямую влияет на то, как наш организм вырабатывает и реагирует на инсулин. Заболевание приводит к повышению уровня сахара в крови, но первые симптомы могут быть незначительными и незаметными. Поэтому многие люди не обращают на них никакого внимания. Я собрала список наиболее распространенных ранних признаков диабета, которые помогут вам своевременно выявить болезнь. Повышенная жажда и мочеиспускание Если диабет не лечить, он может не только снизить качество жизни, но и сократить продолжительность. Поэтому так важно рано диагностировать болезнь. Причем у мужчин и у женщин последствия могут быть разными. А пока поговорим о первом симптоме. Повышенная жажда, полидепсия и частые походы в туалет. Полиурия Это самые распространенные симптомы диабета. При диабете почки не поглощают весь избыток сахара. Вместо этого он попадает в вашу мочу, питывая воду из тканей. Это заставляет вас мочиться больше и оставляет ощущение обезвоживания. Чтобы избавиться от чувства жажды, вы начинаете пить больше, что приводит к еще более частым мочеиспусканиям. Увеличение голода Чрезмерным голод Полифагия Также является симптомом диабета. Если ваш организм не вырабатывает нужное количество инсулина, он не может превращать пищу в глюкозу, который ваши клетки используют для получения энергии. И это приводит к чувству голода, который сохраняется даже после еды. Усталость Еще один симптом диабета – хроническая усталость. Вы чувствуете ее, так как в вашем организме недостаточно глюкозы для выработки энергии. Помутнение зрения Когда помутнение зрения не является признаком более серьезной проблемы с глазами, это может быть ранним признаком диабета. Необъяснимая потеря веса Необъяснимая потеря веса означает потерю большого веса без помощи диеты или тренировки. Так как ваше тело не может использовать глюкозу в качестве источника энергии, когда у вас диабет, оно начинает сжигать жир и мышечную массу, заставляя ваш вес снижаться. Обезвоживание также способствует внезапной потере веса, так как ваше тело использует все доступные жидкости для получения мочи. Кожный зуд, как упоминалось выше, когда избыток сахара попадает в вашу мочу, он впитывает жидкости из других тканей, включая вашу кожу, ваш самый большой орган. Сухая кожа может зудить. Другая причина зудящей кожи – грибковые инфекции, которые довольно распространены у людей с диабетом. Медленное заживление. Порезы и раны, которые заживают очень медленно, часто могут быть симптомом диабета. Высокий уровень сахара в крови не только увеличивает воспаление в порезах и язвах, но также приводит к плохой циркуляции крови, что затрудняет заживление поврежденных участков кожи. Это особенно касается ног. У пациентов с диабетом нередко возникают язвы ног, которые могут привести к более серьезным проблемам. Темные пятна на коже. Ачинтосис не гречанс. Это состояние кожи, которое проявляется в темных пятнах с бархатистой текстурой. Эти пятна обычно появляются в областях, где кожа сгибается, на шее, в подмышках, в паху, на локтевом сгибе, под коленями и на пальцах. А не менее и покалывание рук или ног. А не менее, покалывание или боль в руках или ногах, пальцах рук или пальцах ног. Еще один общий признак диабета. Как упоминалось выше, высокий уровень сахара в крови приводит к плохому кровообращению. А это, в свою очередь, приводит к повреждению нервов. Первыми должны пострадать руки и ноги, являющиеся частями тела, наиболее отдаленными от сердца. Оставляйте свои комментарии и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok